Глава области Сергей Морозов находится на саммите БРИКС в Китае, где представляет опыт развития региона. Поэтому еженедельное аппаратное совещание провел исполняющий обязанности губернатора Александр Смекалин. Началось заседание с обсуждения не самого радостного события. Ночью произошел пожар в самом центре города. Горел объект культурного наследия, бывший магазин сельхозорудия Юргенса. Буквально полчаса назад закон завершился. Судебное заседание, по которому удовлетворен иск управления по охране объекта культурного наследия по безъятии данного собственника, данного объекта и продажи его с публичных торгов. К сожалению, такие пожары в последнее время не редкость. Не так давно подобный случай произошел в Димитровграде. Очень жестко спрошу с каждого, кто отвечал за то, чтобы наблюдался за исполнением условий содержания данного объекта. Шарпудин Хаутиев проинформировал собравшихся, что в области будет проводиться полная инвентаризация всех имеющихся объектов культурного наследия. В ходе этой работы выяснят, как содержатся здания, как к ним относятся собственники и нет ли угроз для региональных ценностей. Далее перешли к обсуждению повестки. Начался новый учебный год, и день знаний прошел в области без происшествий. Однако, к сожалению, вот буквально вчера вечером у нас в ДТП погибла девочка-первоклассница из 83-й школы, возвращалась с родителями в город. Соответственно, сейчас принимаем все, соответственно, меры для того, чтобы как-то помочь данной семье. Внушает оптимизм экономические итоги восьми месяцев года. Поступление в бюджет всех уровней значительно выше прогнозировавшихся показателей. По сравнению, конечно, с прошлым годом у нас есть увеличение по областному бюджету на 1,615,7 млн рублей или на 6,5%, по консолидированному бюджету на 1,824 млн или на 6,2%. По-прежнему основные поступления у нас составляют акции за налог на прибыль, налог на доходы физических лиц. Рекорды бьет и аграрная отрасль хозяйства. В этом году ожидается самый большой урожай за всю историю Ульяновской области. Несмотря даже на то, что погода не сильно баловала, а нынешние дожди положительно сказываются на проведении посевной кампании, которая началась параллельно с уборочной. Что касается зерновых и зернобобовых культур, мы убрали в площади 449 628 гектар или 77,2%. Валовая сборная сегодняшний день у нас составила 1,368,521 тонна при урожайности 30,4 центнера с гектарой. Урожайность 30 центнеров с гектара считается очень хорошей для Ульяновской области. В этом же году мы видим превышение данного показателя. Больше чем наполовину от необходимого объема зерна сдали агрария в резервный региональный фонд. Цены достаточно высокие по сравнению с рынком. Это уже очень неплохая поддержка для наших сельхозтоваропроизводителей. И поэтому здесь нужно ставить очень серьезные условия, что лучшее зерно только должно засыпаться в этот региональный фонд зерна. К 21 сентября, согласно распоряжению правительства, все ресурсоснабжающие и управляющие компании должны быть полностью готовы к подаче тепла и поставить сети на циркуляцию. Объему подготовки. На 1 сентября должна быть обеспечена 100% техническая готовность. Сегодня мы уже не в процентах считаем, называем буквально 4-5 проблемных точек по муниципальным образованиям. Сложной остается проблема по долгам муниципалитетов перед поставщиками энергоресурсов. Сумма исчисляется почти в миллиард рублей. И давайте регион опять на себе возьмет ваши долги. Вы этого хотите, что ли? Мы сейчас сидим с коллегами и ставим бюджет на следующий год. Думаем, какому муниципалитету, где помочь школу отремонтировать, где детские садики, где дороги подлотать, где все это. Что не вопрос, все муниципальные вопросы. Кстати, о дорогах. Их ремонт в области в этом году подходит к логическому завершению. Выполнение ремонта на площади 1 млн 21 тыс. закончат 92% от плана. Только за прошлую неделю 20 тыс. было отремонтировано. В 16 муниципальных образованиях сейчас эти работы ведутся. Окончательно же завершить ремонт дорог планируют не позднее 20 октября. Егор Тстоф, Юрий Конехин, Новости дня, Ульяновская правда.